Добрый день! Добрый день всем! Середина недели, середина дня. Сейчас ждем Ирину. Ира, привет! Всем-всем добрый день. Сейчас еще будем пытаться посмотреть запрос на участие. Такой эфир будем впервые вести, поэтому сейчас посмотрим, что произойдет. Так. Ожидание. О, Ира, привет! Так, я тебя... А, слышу, слышу, слушай. Все. Так здорово. Я думала, сейчас будем... Да, тут все просто. Вот. Ну давайте еще немножко народ подождем. Смотрю, прям присоединяется. Присоединяется. Здорово. Очень радостно, потому что середина рабочей недели. Привет! Я тебя хоть здесь увижу. Да не говори, да. Каждый день созваниваемся, но не видимся. Надо видеосвязь. Хотя вчера кто-то очень настойчиво хотел со мной по видеосвязи поговорить. Неизвестный номер. Я, естественно, не могу же отвечать. Странно. Так, ну у нас народ пришел, чтобы время долго не занимать. На самом деле, такой эфир впервые, и я хочу вообще, ну если все пройдет хорошо, если аудитории вам понравится и будет полезно, очень хочется, чтобы такие эфиры были еще с ученицами, с другими мастерами, потому что обмен вот этой информацией, он очень важен. Согласна? Вот особенно, когда в начале, Ира, да, вспоминаешь, любая информация, она просто как просто на вес золота, вот. Поэтому, ну, во-первых, хочу всем представиться сама. Меня зовут Ольга Ольнева, я основатель студии «Больших цветов». Моя студия находится в Нижнем Новгороде, это Россия. И на связи у нас Ирина, которая работает в Украине. Город, ну, в принципе, город Кропивницкий, правильно, да, ударение? Да. Ну, в общем-то, это бизнес такой без границ, вот. И дружба народов, скажем так. И с Ириной мы знакомы, да, Ирина Сдетовецкая, знакомы мы с ней уже давно. Ир, сколько, когда познакомились? Ну, около трех где-то, там плюс-минус, я думаю, где-то так. Ну, да, давно. Прям вот я, мне кажется, вот я только начала преподавать, даже особо еще не начала преподавать. Ты там уже тренировалась. Да, я на тебя тренировалась, точно. По скайпу мы проходили, да, первое обучение? Да, да, да. Да, вот. И, собственно, эфир не просто так у нас сегодня, да. Во-первых, хочется вас познакомить с моей ученицей, и теперь она тоже преподаватель Международной школы искусства «Больших цветов». Хочется, чтобы вы с ней тоже познакомились, и тоже она готова каким-то опытом с вами поделиться. Это очень здорово. Вот. И на самом деле я тоже хочу что-то, да, рассказать, вдохновить, поэтому два мастера сейчас с вами поделимся. Ир, расскажи, пожалуйста, откуда ты узнала обо мне? Вот просто интересно. Я, кстати, тебя не спрашивала ни разу. Вообще случайно получилось. Я, как только родила ребёнка второго, вот, я сразу, ну, я просто с первым уже, да, ошибалась. Мы начали готовиться где-то месяца за три до дня рождения, и мы ничего не успели. В общем, ну, потому что, во-первых, ребёнок маленький, больше затраты по времени, не высыпаешься, в общем. И я решила почти сразу, вот я родила, по-моему, малому или два месяца, или три было, я уже решила искать, какого плана я хочу сделать фотозону, допустим. На годик, да? Да, на годик, на годик. Почти сразу же. Месяца два ему было или три. Вот это у тебя подход. Ну, да. В Ютубе искала там всякие фотозоны, разные-разные, я даже не знала, что такое большие цветы. И тут я вижу огромный одуванчик, твой. А, а, мастер-класс. Да, огромный одуванчик, он бесплатный, да, бесплатный он был. Да, бесплатный. И это был, как бы, мой первый цветок, он, конечно, такой трудоёмкий, но он такой классный. Я его переделывала раза три, наверное, потому что у меня было, получалось то густо, то пусто, и третий раз у меня уже пусто. Нормально, с третьего раза, хорошо. Да, вот, поэтому, в принципе, можно сказать, что я сделала сразу три одуванчика. Вот, ну, в общем, классно получился, и я влюбилась в это всё, ну, прям, вот, страсть у меня к цветам появилась, поэтому ты его всё понимаешь. Вот это страсть, вот, абсолютно согласна с Ириной, и могу сказать, что даже вот на дне рождения меня поздравляли родные, да, близкие, и они говорят, Оля, ну, как бы, они даже не столько твой бизнес, как бы, но вот, чтобы твоя страсть вот эта вот, она приносила радость, не угасала, приносила доход. То есть они даже, как бы, вот, видят, насколько я горю, и я тебя очень понимаю. Это вот как заболеть, и всё, и не выздороветь. Во-первых, у меня муж был счастлив, что я переключилась на цветы, потому что я такой человек активный, и я когда дома вот в декрете, это, ну, как льва вот это в клетке вот закрыли, он туда-сюда хватит на все крючки, кидается, вот. Вот, и я начала, я когда начала заниматься цветами, я стала более спокойной, уравновешенной, единственное, что я вот встала, ну, как, ну, как, тебе нравится, тебе нравится, ну, что ты скажешь, ну, как. И вот этот вот восторг, когда у тебя это всё получается, вот, и особенно, когда ты это делаешь для самого родного, маленького вот этого чуда. И, конечно, такую важную роль сыграло для меня, что когда уже гости пришли, когда был годик. А я, кстати, за две недели до дня рождения ещё же решила сделать твои пионы, понимаешь? Мне помало, когда это всё. В общем, тоже не спала с этими пионами, но, в принципе, они у меня, ну, как, можно сказать, получились, но не очень. Я фотки эти до сих пор не выставляю. Ну, первый день, ой, первые вообще цветы. Да, вот, ну, а дуван у меня шикарный. А дуван был шикарный. Ну, самое интересное, что всем всё понравилось. Вообще, такой отклик был от гостей вот именно, и это, как бы, зарядило вот надолго, потому что ты это создал, как бы, да, ты видишь свой продукт, и когда вот ещё другие люди восхищаются этим, это прекрасно. Ну, ради этого стоит жить, мне кажется. Да, да, потому что мы часто, ну, вот, например, раньше, да, я сравниваю свою работу, то есть, ну, редкая похвала от руководителей. Сухая такая, ну, такая мимолётная, практически никакая. И плюс, ну, от клиентов там, ну, я юрист, да, ты тоже юрист, по-моему, по образованию, насколько я знаю. То есть, ну, согласна, восторга от нашей профессии никогда мы не слышали. Ну, благодарность может быть. Если тебя не поругали, это значит всё хорошо. Да, вот из этой серии, и всегда ты всё равно в напряжении каком-то, вот у меня было такое, да, но мне нравилось, я всегда говорила, что мне моя профессия нравится и нравилась, то есть, просто я её переросла, не знаю, по-другому сейчас на это всё смотрю. Ну, как бы всё меняется, вот. Поэтому я с тобой согласна, что когда первый делаешь цветы и получаешь отклик от других людей, вот ты понимаешь, что как вообще без этого жили раньше. Вот сейчас даже любой продукт какой-то продаёшь, отправляешь, мне очень важно, чтобы была обратная связь, и когда клиент не звонит, не пишет, не реагирует, ты уже начинаешь, ну, блин, наверное, что-то не так, потому что я такой вот человек, что я поблагодарю всегда, да, то есть, я поблагодарю обязательно, даже если мне что-то не очень нравится, я всё равно скажу спасибо, там, если человек спросит замечание, я скажу, если нет, ну, значит, нет. А тут тишина, вот, было несколько раз, и у меня прям вот, я думаю, всё, наверное, всё ужасно, а возможно, там просто люди такие, ну, как бы, которые, ну, они деньги заплатили, получили, и всё, спасибо не сказали. Ну, приятно, приятно вот получать. Да, ну, в принципе, это такой бизнес, в котором, в основном, ты получаешь какой-то позитив, позитивные эмоции. Вот, допустим, я же, ну, тоже работала юристом, и я долго работала в гос, ну, можно сказать, в госбанке, мы выдавали там кредиты, да, у меня было там куча начальников, и всё равно, как бы ты ни старался, ты никакого отклика, ну, да, клиенты там говорили спасибо, но это не то. Но эмоционально нет. Когда ты приходишь на праздник, ты делаешь всё для того, чтобы у людей было всё классно, ты стараешься, ты, не знаю, я даже было такое, у меня был клиент в таком восторге, что я говорю, а давайте в прямом эфире я вас интервью возьму, хоп. Вот, кстати, здорово. Вот такие вещи очень часто, кто слушает, кто у нас цветочные феи, запоминайте, вот это же, это же действительно так. Если ты чувствуешь, что клиент готов, нужно брать у него, да, надо брать видеоотзыв. Но я дело в том, что даже пожалела, что в прямом эфире, ну, потому что надо тоже смотреть, где ты находишься, и там была очень плохая связь, всё было в кубиках, у меня, ну, не всё было слышно, то есть, может быть, лучше даже было бы записать это на видео, а потом в сторис. Да, да, и это можно. Если это классная связь, ну, интернет, да, то, в принципе, да, прямой эфир это классно, ну, тоже очень. Слушай, Ир, вот ты сейчас просто, вот, понимаешь, вроде милитарная вещь, но из-за того, что ты практикуешь, у тебя своя дорога, несмотря на то, что, да, ты училась у меня, но у тебя же свой опыт, ты его наращиваешь, это здорово. Вот у меня сейчас просто сказала вещь, которую я, у меня просто был не очень хороший опыт, когда мы пытались снять, не предупредив человека. И она сразу зашла, она зашла в восторге, она такая, это мне, и увидела камеру, такая, нет, меня не снимайте, я уже основой гляжу. И как бы, и после этого у меня как-то отрубило. И вот ты мне сейчас говоришь, действительно, ну, так нужно делать, потому что, и не надо бояться об этом просить, да, клиентов, потому что в этом нет ничего такого. Ну, откажут, ничего страшного, а даже вот таких пару видеоотзывов, они работают. Есть люди, которые читают, есть люди, которые смотрят картинки, а есть люди, которые именно, им нужно слышать, им нужно видеть видео. Вот это вот действительно так и есть, да. Слушай, интересный тоже опыт. А расскажи мне еще, пожалуйста, как, в принципе, муж, ну, вот ты переключилась, он такой, ну, слава богу, значит, она теперь в цветах. Ну, он же не знал, что это засада надолго, понимаешь? Да, дело в том, что я когда уходила, я, ну, он меня забрал к себе в свой бизнес, ну, то есть, как получается, мы когда познакомились, он только был на старте. И я помню, ну, как бы у нас семья такая вот взаимоподдержка, вот мне очень, как бы, повезло в этом. Ну, не то, что повезло, я вообще считаю, что семья – это люди, которые должны друг друга поддерживать. На этом оно, как бы, ну, фундамент. Для меня это важно, то есть, как это выйти с вами. Ну, люди второго должны, а потом можно двоих. Да, то есть, мы вместе развиваемся, мы вместе ездим на тренинги. Он мне советует почитать какие-то книги. Если я там что-то не понимаю, он мне объясняет. Так же самое, как он меня просит совета. То есть, у нас как-то в этом плане, потому что у нас еще папа был очень против, когда мы начали вместе работать, он меня забрал с фонда к себе. Я была у него юристом и бухгалтером, и вообще таким универсальным солдатом. Надо тексты написать, написала, он до сайта заполни, заполнила. Я даже в фотошопе сайты сама начала создавать. Ну, было нужно тогда им поддержку. Но пригодилось теперь. Но пригодилось, да. Поэтому у нас такой проблемы, чтобы он, он очень рад, что я развиваюсь. Я рада, что развивается он, потому что мы идем к одной цели. То есть, у нас есть одна цель, мы хотим быть счастливы, чтобы наши дети жили в достатке, в любви. И мы к этому идем вместе. Вот поэтому, ну, как-то у нас так. Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, у меня позиции по поводу должны, я тебе уже говорила. У вас это не потому, что вы должны друг другу, а потому что вы этого хотите. И вот когда женщина, на мое мнение, ждет, что кто-то ей что-то должен, это пустая трата времени, потому что заставить кого-то невозможно. Можно только вдохновить на веру в себя. Вот если в себя человек не верит, но вот если у тебя нет внутри, то даже если рядом люди будут тебе говорить, что вот все хорошо, все получится, все равно, ну, невозможно. Во-первых, никогда не нужно, вернее, нужно понимать, что у других людей тоже есть своя жизнь, и им тоже нужны какие-то внутренние силы. А тут еще и на тебя тратится постоянное. Давай, давай, у тебя все получится. Понимаешь, то есть надо в себя все равно верить. И даже вот, а то сейчас, понимаешь, сейчас женщины тебя послушают, пойдут колотить своих мужей, что они их не поддержат. А я убеждена, что оставьте пока мужей в покое. Вы им покажите, что у вас, вы горите этим, что у вас получается. Еще просто есть же такие примеры, у меня есть из жизни, когда человек хочет, чтобы его бизнес начали за него, понимаешь, чтобы все сложности решал кто-то другой. То есть ты мне должен, почему ты мне не помогаешь, нет, ты мне вот это сделаешь, почему ты туда не позвонишь. Я прям реально знаю. И я все время говорю, не надо, он тебе ничего не должен, у него есть своя работа. Он уже хорошо, что оплачивает твои курсы, уже хорошо, что молчишь, что ты нифига не зарабатываешь уже не первый месяц. Поэтому он видит, что ты сама сидишь на диване. Как ему вдруг с него встать? Почему он должен, если это твой бизнес пока? Поэтому я все время за то, чтобы женщины или мужчины сначала просто направили все силы в свое дело. И родные, они подтянутся, они увидят, что человек этим горит, что он старается для этого бизнеса. Вот мое мнение. Поэтому у вас тандем... Может быть, не так выразилось, не то, что это долго. Да, да, да. Для меня просто вот семья – это люди, которые... Это правильно. Идут куда-то и поддерживают друг друга, раскрывают что-либо. То есть если, допустим, не мой муж, допустим, в определенное время, я бы не занималась этим бизнесом. Так же самое я помню просто, когда муж только начинал, и мы как-то были у свекрови, и она... Ну, как бы бизнес – это качели, да, там, то тебя вверх кидает, то вниз. Иногда денег вообще на подушек нет, иногда, ну, в принципе, можно там что-то там купить. Это свой бизнес, да. Это свой бизнес, это нормально. То есть ровного бизнеса, если вам нужен стабильный какой-то доход, это не бизнес. Ну, то есть это не сюда. Как бы, ну, в этом плане. И когда-то свекровь вот стояла, ну, мы стояли, разговаривали, и у нас было очень плохо, такой сложный период, я говорю, это было, не знаю, лет шесть или пять назад. И она говорит, вот, Ярик, лучше иди работай там на какого-то дядю, ну, образно, да, дядю, вот, чтобы было все стабильно, у тебя уже семья, как бы надо там это самое. Я говорю, нет. Мой муж, говорю, будущий, какой-то там директор какого-то крутого холдинга, говорю, и точка. И он как-то так, и она на меня так пострела, и он, я не знаю, поверил ли он мне, ну, я думаю, я в него поверила, и это его как бы подстегнуло. И, в принципе, потихоньку-потихоньку мы идем к цели. Нет, все будет хорошо, потому что вы двигаетесь очень правильно и здорово, вот, мало того, что ты занимаешься бизнесом в больших цветах, ты начала преподавать, правильно? Да. Расскажи про первый опыт, и вообще, в принципе, нравится тебе преподавать. Я сейчас не про международную школу, потому что ее мы только запустили. Ну, смотри, я, в принципе, человек, который развивается в разных, то есть я как бы начала вот читать книжку «Сканер», я вот долго-долго не могла понять, вот как вот мне вот уже сколько лет, ну, 34 года, да, ну, тогда было меньше, и я до сих пор не поняла, чем я хочу заниматься, потому что мне нравятся и психология, и юриспруденция, там, и какой-то спорт, и я бы там вышивала крестиком, и ходила бы на конку, и вот то, и мне хочется, и это мне хочется, то есть я не могла определиться, куда мне идти. Оказывается, есть такие люди, ну, вот есть такие люди, которым нравится многое всего, вот. И я, в принципе, стараюсь вот в этом плане развиваться, преподавать мне, ну, в принципе, я, ну, скажем так, нескромно, да, но вот я очень долгое время, как бы, рассказываю людям, как жить надо правильно, ну, есть у меня такое мнение. Тоже полезно, между прочим. Да, и при том я хотела, я когда хотела поступать в институт, у меня был выбор, я хотела быть юристом, хотела быть психологом семейным, и хотела быть журналистом. Я очень-очень долго вот сомневалась, думала, но на семейном совете мы решили, что я буду юристом, в принципе. Я там хотела быть... Их мало, их мало. Знаешь, почему? Потому что ещё в то время, наверное, ну, прям молодёжь-молодёжь уже не помнит, а был такой сериал «Лунное сияние» или что, Брюс Виллис, это детективное агентство «Лунный свет», вот. Ага, да, был. Вот, и он такой красивый, молодой, и всё, я хочу быть тоже вот. Романтика. Да, романтика. Поэтому преподавать я очень любила, и у меня очень много даже со школы я любила именно предмет, тот, который хорошо преподавался. То есть если человек смог достучаться до тебя, тебе в любом случае... У меня даже вот был такой опыт, когда у нас физику преподавал сначала один преподаватель, я вообще не понимала, зачем она мне нужна. И потом, когда пришёл другой преподаватель, мне стало настолько интересно, что я даже догнала, вернулась назад, там, допустим, на 2-3 года, то, что я, ну, не хотя, да, не это самое, мне было настолько интересно, что я вернулась назад и пошла вперёд. То есть вот таким образом... Поэтому очень важно правильно это делать. Да, я вот хотела... Да. В общем, мысль такова. Вот ты правильно говоришь, кстати, да, что от того, как преподает человек материал, ты можешь либо вдохновиться и начать, ну, это делать. У тебя может даже на самом мастер-классе не очень получаться, но ты уйдёшь с верой в себя, что ты только учишься, и дальше у тебя получится, тебя поддерживают. Либо можно так преподавать, что, ну, как бы человек уйдёт, и не то, что он, там, у него может даже получиться на мастер-классе, но он уйдёт с тобой недовольный, потому что твоя задача, вот как ты говоришь, психолог, как преподавателя, ну, это стандарты даже моего обучения, что я не только даю сухую информацию, погрели, вытянули, ну, ты знаешь, ты не в первый раз у меня, да, на мастер-классе не один раз была, я ещё пытаюсь, ну, не пытаюсь, я реально очень стараюсь, чтобы девчонки в себя поверили, чтобы им это понравилось, чтобы они не боялись ошибаться, и что даже если это происходит, всё можно исправить, и дальше будет только лучше. Поэтому, да, это действительно так и есть. Вот. Хотела ещё про преподавание. Да, почему нравится, вот тоже важно, потому что преподавание, ведь это не очень легко на самом деле, потому что мы, ну, как бы, когда я тебе предложила вот участвовать, стать преподавателем, мы же с тобой обсуждали, что я тебе сразу говорила, Ира, это, ну, прям, нелегко-нелегко, вот, но это надо любить. Ну, как сказать, я вот, ну, много, там, допустим, читаю книг для развития и тому подобное, и одно из таких правил, что нельзя просто накапливать свои знания, их нужно отдавать, потому что если ты будешь просто копить, то есть собирать, там, покупать мастер-классы, это всё копить, копить, копить в себе, то потом получается как бы застой, ну, и застаёвшаяся вода, она, да, вот неприятно пахнет, она там болотистая становится и тому подобное. И чтобы вот это вот не было вот этого вот застоя, это всё нужно отдавать. И когда ты что-то отдаёшь, когда ты меняешь жизнь человека, да, вот, допустим, как ты изменила мою, вот, я вообще не знала, что такое. У меня, честно, у меня по трудам там, ну, у меня только хорошо кушать, готовить получалось, и вязала я хорошо, всё остальное у меня так. Если бы по трудам учитель сейчас увидел, что я творю, она была бы в шоке. Слушай, поэтому... Жизнь меняется. Жизнь меняется, и самое главное – это работать над собой, быть интересным человеком, ну, развиваться, в первую очередь, очень сильно, вот, допустим, в начале пути я хотела, я такой вот человек-максиманлист, я хотела очень там всё успеть, всё узнать, я же не знала, как даже продавать эти цветы. Ну, вот я его сделала, а продавать? Я просто вспомню, вспоминаю свою первую выставку, когда мне было стыдно дать визитку людям. Вот стыдно было. Вот это в нас почему? Вот это... У меня такое же было. Это нужно было прям реально перебороть, чтобы раздать флайера. Да-да-да. И, ну, потому что мне кажется, что мы не работали в сфере продаж, ну, мне так кажется, что у нас были, ну, допустим, как у юристов, да, то есть ты с деньгами вообще практически не как-то контактируешь, и к тебе уже приходят... И к тебе приходят всегда. Да, к тебе приходят, то есть ты не ищешь никого, и тем более не навязываешь свой продукт. Ну, я навязываю, имею в виду, не в плохом смысле этого слова, да, а в хорошем. Тем не менее, мы всё равно продвигаем, мы как бы рекламируем свой продукт, это нужно. Я всё время говорю, что мало уметь делать цветы, нужно уметь учиться их продавать, учиться. Очень сложно для меня было вот называть цену. Ну, прям очень сложно. Вот я знаю, что... Вот сейчас кто слушает, девчонки наверняка поддержат себя, что это проблема у всех начинающих мастеров. Не только там в больших цветах, в принципе, назвать цену, да. Да, потому что, я же говорю, что, допустим, ну, там, где работали, мы в основном это... Ну, я работала ещё в судебные приставы, по-моему, у вас называется, есть такая организация. Да, у нас пришли. Там, в принципе, тоже как бы ко мне, ну, приходили, там уже всё было, там согласно законодательству, то есть шаг в лево, шаг в право, расстрел. А здесь, наоборот, нужно креативить, то есть здесь нужно понять, как донести клиенту, какую ценность несёт твой продукт. Потому что это же не просто, что ты сделал цветок, обжёг себе руку. Я помню, как-то раз вообще прям сняла вместе с кожей клей в право всю руку. А у нас тут разные случаются истории в мастерской тоже, с руками вообще. Да, и мало того, что ты же обучаешься, то есть эта ценность тоже как бы идёт, ты развиваешься как человек, как специалист, это тоже плюс. Ты куда-то там ездишь, я же говорю, что мы, в принципе, мне с мужем повезло, потому что как-то нужно было обучиться, что такое брендинг, я вообще не знала, я вообще не знала, что такое продавать, я не знала, куда идти, куда бежать, кому. Тем более у нас как бы городок маленький. Я пока допёрла, что не нужно застрять своё внимание именно на свой город, а нужно развиваться на весь мир. Почему нет? Да, да, да. То есть то же время, то же ошибки, но тем не менее, я считаю, что ошибки – это хорошо. Ошибки – это наш опыт, которым, в принципе, я могу поделиться. Ну, вот как бы. Ну, вот знаешь про мастер-класс, который состоится в октябре, да, уже в твоём городе, и вот что здорово и важно для тех, кто принимает участие в этом мастер-классе и будет принимать, то, что я выйду в прямой эфир во время мастер-класса, поделюсь своим опытом, как бизнесмен, да, как человек, который уже там больше трёх лет занимается и сдачей в аренду, фото-зон, оформлением мероприятий и продажами в разные города и страны. И плюс ты, у тебя своя дорога, у тебя свои были ошибки, свои у тебя есть наработки, даже сегодня с одной поделилась, вот ты знаешь, прям идея шикарная. На самом деле, это очень здорово, потому что мы боимся просить оставлять отзывы, это как бы, ну, это как бы то, что такое. А это очень важно. И вот все, кто сначала смотрит эфир, я думаю, тебе должны за это спасибо сказать, это большая хорошая идея. И поэтому вам нужно будет на второй день мастер-класса, когда будет выход в эфир мой, нужно обязательно оставить место ещё, ну, обязательно для тебя, да, чтобы ты тоже как бы там свой опыт рассказала. То есть это уникальная возможность получить опыт от двух мастеров. Мало того, вот, во-первых, скажи мне, с каким ещё материалом ты будешь работать всё-таки, вот, изолон или фомирант? Фомирант, да. Фомирант. Но это, на самом деле, я знала, знала, что ты так ответишь, потому что я как-то, ты мне уже говорила про это, но согласна, что оба материала надо осваивать обязательно? Да, да, вообще даже бумагу, мне кажется, нужно всё равно освоить, потому что, ну, мало ли, в жизни всё пригодится. У нас, у меня сейчас с продажей мастер-классов, и там очень выгодные предложения, и девушка мне говорит, я хочу всё, кроме бумажных. А я вот, ну, я не буду навязывать, как бы, например, ну, не хочется бумажной, да, на полный курс с хорошей скидкой. Я про себя, вот, надо пост просто написать. Бизнес вообще мой начался с бумажных цветов. И, ну, сейчас даже просчитывая сметы, часто просчитываем, в том числе, бумагу. Она никуда не делась, потому что бывает, что людям нужно разово, им не надо дорого, как бы, да, им нужно дешевле, а бумага тоже прекрасно можно делать, работать, согласна. Просто она непрактичная с точки зрения хранения, перевозки и так далее. Но поставить в витрину куст из роз или спионов, прекрасно, ну, если там ни ярких цветов, ни на солнце, поэтому ты права, надо осваивать все три материала. Вот еще, что здорово, что преподавать будешь ты в Украине, а не я даже. Я, например, не смогу, ну, я бы с удовольствием приехала, когда-нибудь это будет. Приедешь обязательно. Я не знаю, да. Но здорово, что ты поделишься, надеюсь, что ты поделишься. Ведь есть же все равно некая проблема с материалами, и особенно на старте вообще не знаешь, куда бежать, что купить. У этого поставщика там, может быть, ну, свои плюсы-минусы. Здесь другое. Потому что, ну, материал надо разного, правильно? И какие-то инструменты. Да, очень много раз, ну, не много раз, а, в принципе, если у меня что-то там, какой-то поставщик мне сделал что-то не так, то я от него сразу отказываюсь. Ну, просто было так, что я заказала там на пробу, допустим, 5 метров у меня пришел, изолон я тогда, кстати, фотозоны делала. Вот. А потом я заказала у него много, по-моему, не знаю, или 20 квадратов, не помню, и пришел вообще такой, боже, какой пришел, это кошмар, какой-то серо-белый какой-то, ну, вот если изолон, да, белый, он такой желтинкой как бы больше, да, да, а это пришел какой-то вот серо-белый, грязный какой-то, ну, и он скрипел очень. Я не знаю, как это вот, ну, просто ужасно было. Мы еще разговаривали с ними, они деньги так, ну, то есть я говорю, что мне так материал не подходит, они, ну, короче, я с ними больше не работаю. Потом я еще заказывала у одной, тоже, в принципе, все нормально, как бы все было нормально, если бы упаковка была хорошая, ну, то есть тоже там. А, ну, понятно, упаковально не очень хорошо. Нет, вот это здорово, что ты можешь поделиться и контактами на мастер-классе, и рассказать все плюсы-минусы, плюс, на самом деле, вот когда я начинала, я думаю, что, может, у тебя такая же история похожая была, я много покупала бесполезного. Я, ну, как бы я все равно раньше, естественно, просто, ну, ты как бы не, я не знала тоже, куда себя деть, и какие-то стойки, какие-то, во-первых, материал совершенно не тот, который нужно. И вот эти вот траты, они очень большие в итоге оказались. И если бы мне дали список того, что нужно, вот, что тебе обязательно пригодится, а это во вторую очередь, а это в третью очередь, и ты свой бюджет как бы разбиваешь в начале бизнеса, потому что он всегда сжат. Ну, если у кого-то не сжат, это шикарно, да, но он всегда сжат. Да, и мало того, что много распыляется, допустим, я там купила там кучу мастер-классов, и мне надо и то сделать, и то сделать, и то сделать, и то сделать, ну, как бы хочется, да, вот я только начала, у меня вот это вот, мне надо все и сразу. И получается, что у меня в итоге, как бы, не было такого, как композиция, да, ну, вот, то есть, допустим, кто-то приходит ко мне, а у меня то не готово, а то не доделано, ну, как бы много всего, но в итоге ничего. Вот, вот это вот. Да, я всегда совет, когда у меня на живых мастер-классах, девчонки спрашивают, Оль, ну, вот мы сейчас пройдем два дня там, или три, что дальше? Я говорю, вот у меня на самом деле, это есть видео на YouTube-канале, на моем, если кто смотрел, тот смотрел, но я повторюсь, я думаю, может быть, ты это слышала, потому что была на живом МК, я тоже об этом говорила, да, делайте то, что у вас есть, ну, пожалуйста, если у вас есть одна красная роза, доделайте с ней композицию, если вы с мастер-класса, они же забирают пять цветов, правильно? Да, с мастер-класса, заберут пять готовых цветов, шестую гигантскую розу вы будете разыгрывать, соответственно, если кто-то выиграет гигантскую розу, фото-зона практически готова, по бокам надо доделать ростовые композиции, потому что, ну, не знаю, как у тебя, но у меня, если берут фото-зону, то все чаще с боковыми композициями, потому что так она закончена, ну, понятно, что дороже, но вот как-то выбор делают в эту сторону, поэтому, когда у тебя один анимон, мак, роза, там, не знаю, сирень стоит, и в итоге человек приходит, и взять-то нечего в аренду, и купить нечего, потому что все недоделано, да, действительно, так есть, я через это просто прошла, я такая же хапуга была, это попробую, это попробую, разные цвета, разные формы, в итоге в композиции все не смотрится, да, ну, не смотрится, ну, в принципе, я же говорю, что сейчас, сейчас, кстати, я что-то вот сделала большую розу, отклик был шикарный, ну, то есть, я как раз в выставке вот участвовала опять, шикарно, все очень балдели от нее, я в школу выложу еще раз, потому что очень красиво, и я хочу рассказать по-честному, самый большой Ирин страх был, когда она приехала ко мне учиться в Нижний Новгород, преподаванию, чтобы как бы зайти как преподаватель, да, в международную школу, она мне сказала по большому секрету, а я тайно держать не могу, она говорит, я боюсь большую розу, потому что делала я ее в тогой, и на мастер-классе, как бы там, ну, ну, народу было много, как я ее буду делать одна, но мы на этом мастер-классе, мы же любим усложнять себе жизнь, да, в общем, Ира сказала, давай попробуем Софи Ларен гигантскую сделать вместе, мы ее сделали, она крута, после этого Ира вернулась к себе на родину, и сделала одна, колись честно, муж помогал? Нет, вообще, нет, вообще не помогал, одна, на одной плите, ну, это вообще, конечно, издевательство, надо хотя бы плиты три, в общем, Ира сделала гигантскую розу, потому что она человек ответственный, и ей нужно подготовиться к живому мастер-классу, естественно, она готовится, молодец, и она мне присылала на стадии сборки, там, два ряда, три ряда, четыре ряда, помнишь, да, ты говорила? И вот и роза получилась очень крутая, вот если ее один раз соберешь сам, уже дальше можно ничего не бояться, потому что это уже не страшно, и все-таки вот этот крупный вау-эффект произошел, да, на выставке? Да, 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 очень все восхищались, вот именно розой, и много подходили, спрашивали за свадьбу, вот, ну, как бы девочки подходили, прям, ну, я, честно говоря, я вообще в этом году как-то немножко пролетела, ты же знаешь, у меня там то дети болели, то я болею, как-то у нас так осень, в общем, и получается, что у меня в прошлом году, это была, по-моему, моя первая выставка, в которой я участвовала, я раздала, ну, визиток, наверное, 300 за 4 дня, не больше, за 4 дня прям, а в этом году я же такая построила, ну, у меня там полпачки осталось, то есть это 500 штук, да, грубо говоря, я думаю, ну, хватит мне на 4 дня с головой, я эти 500 штук в первый день раздала, практически все, я там дальше потом растягивала. Это значит, слушай, это очень интересная, кстати, статистика, то есть это значит, что аудитория подоспела, да, и их интерес больше. И еще один такой важный вопрос, если в прошлом году меня спрашивало человека два за всю выставку, сколько это стоит, то сейчас ко мне с этим вопросом подходило вот каждый пятый, ну, скажем так. А смотри, а ты стояла в том году тоже с этой же экспозиции, ну, как бы, нет? Нет, стояла в том же месте, вот прям в том же месте, потому что, как бы, на второй день много людей шли прям на меня, ну, то есть на выставку шли ко мне фотографироваться, скажем так. В первом году, да. Да, и, ну, как бы, в этом году мы обсуждали, потому что я говорю, я не знала, буду я участвовать или нет, потому что, ну, вот дети болеть начали, вот, и я там сомневалась, но такие вот получилось, плохо, ну, в принципе, у нас была орхидея, у нас была фотозона, в прошлом году у меня была фотозона квадратная, из Рос, а в этом году у меня было светящееся сердце, торшер, альфидея. Светящееся сначала, то есть это производило эффект? Да, конечно, да, Любят светящиеся, да? Ирина, классно было, я же там, допустим, людей нет, я выключала, ну, чтобы, да, там, дать отдохнуть, и вот классно было, когда подходили дети, там, фотографировались, и я потом, ну, она же у меня на пульте управления, я там с пульта включаю, и такое, знаешь, такое вот волшебство у детей, это просто такой восторг вызывало, что это просто самый классный вот момент, вот, в этой всей выставке. Кстати, вот что хочу сказать по поводу вообще общения, дружбы, и то, что вот мы на базе этой школы два преподавателя сейчас будем рассказывать и генерировать и так далее, и обучать в том числе девочек, которые к тебе придут в октябре в моей программе, хочу сказать, что когда ты готовилась к Минску, ты готовила сердце в фотозону, правильно? Да, да, и я тебя как организатора попросила, чтобы ты сделал ее светящейся, я тебе скину информацию по тому, как ее сделать светящейся, и ты добавил туда свои идеи, свои разработки, ты сделала ее работающей от пульта, ты сделала ее цветную, понятно, что это все продается, но это я не сделала тогда, а сделала все равно ты, то есть ты сгенерировала новое, добавила, поэтому вот этот свежий поток всегда должен быть, новые идеи, нужно уметь общаться, обмениваться адекватно, вот за то, что ты тогда сделала такую классную вещь с пульта, это спасибо тебе большое, потому что это очень удобно, что именно включается с пульта, очень классно, но ты девочкам будешь на мастер-классе там все это рассказывать. Я там своим клиентам говорю, вы можете цвет настроения своего события менять, то есть, допустим, там же мало того, что меняется цвет, меняется режим свечения, то есть... Ну, может, как-то там, да. Да, и это все пульт, и можно, допустим, делать ее белую и желтую, ну, как обычное, да, во свечении. Ну, как обычное, да. Да, и то есть вот это вот классно, что, допустим, человек хочет, я хочу сердце с красных роз, у меня только белые. Легко. Хух, включилось прекрасное свечение, и будет вообще все. У меня до сих пор нет. Это очень экономно. Да, да, нет, вообще здорово, потому что у меня до сих пор нет, из-за того, что у меня все фотозоны уже сделаны, как бы вложены у них деньги, фотозоны светящиеся. Но вот если я буду новую форму придумывать, какую-нибудь звезда, вот, то сделаю ее с пульта однозначно. И это все, по-моему, продается в Украине, не ошибаюсь, если правильно. Да, 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 да. Это я покупала там, где, по-моему, вот это вот все, ну, свет, лампочки, люстры, вот это вот все там. Ну, понятно, это всю схему ты нарисуешь и покажешь, девчонкам расскажешь, потому что это прямо вы делали по-любому. А вот скажи мне, дети болели, я знаю, ты делилась со мной. И, так вот, по-честному, как по поводу совмещения? Совмещение быть мамой двоих мальчишек и еще успевать продавать, сдавать в аренду, еще и сейчас вступить в ряды преподавателей, да, то есть вот как ты думаешь, что поделишься? Ну, в принципе, ну, моя боль, можно сказать, да, вот потому что, ну, мне кажется, что любая мама считает, что она недостаточно уделяет времени своему ребенку. Ну, вот чем это не занималось? Потому что даже когда я сидела дома, я все равно, мне надо было там поубирать, там погладить, там постирать, ну, и все равно ты тратишь какое-то определенное время не на детей, да, даже будучи дома. В принципе, да, в принципе, я считаю, что это, ну, как бы даже плюс. То есть у меня сейчас няня есть, то есть, грубо говоря, то время, которое там я бы стирала, гладила, т.д. и т.п., вот, я сейчас занимаюсь цветами, потом мы приходим домой, целуемся, обнимаемся, ну, как бы играемся. Нет вот этого вот, даже вот у меня по школе, то есть мы водили ребенка к репетитору, потому что я такой тоже, я просто тебя слушала, что ты кричишь там на ребенка. Я психически, нет, нет, я не подумай, уже не кричу, все. Мне хватило одного раза, я поняла, что педагог из меня с моим ребенком отвратительный, все. Самое ужасное то, что, допустим, если это будет чужой ребенок, я ему смогу нормально, доходчиво, без крико. Да, тогда гения вырастим, понимаете, другим людям, а своего будем... А на своего мне сына не хватает, поэтому... Нет, нет. У меня вообще, или муж как бы этим всем занимается, потому что, ну, ты же, Ярика как знает, что он более такой спокойный, лояльный, он как-то без крика это все делает, а я не могу, я у меня прям, ну, я такой вот, в общем, женщина, эмоциональная. Да, но вот ты часть делегиума. Да, но самое главное, что, ну, я считаю так, мы то, что мы думаем, то есть это первое, потому что, как мы рассуждаем, ну, допустим, как рассуждаю я, мои дети, они же берут пример, ну, берут образец построения твоей семьи, построения твоей отношения к жизни, построения твоей работы, то есть, ну, вот хорошо, что я детям дам, сидя дома, ну, что, тем более пацаны, да, как бы, мне нужно показывать, что такое им, допустим, тот же самый бизнес, что и отец занимается бизнесом, я занимаюсь бизнесом, потому что это два пацана, это даже не девочки, да, как бы, они должны знать, что деньги, это они не падают с неба, они зарабатываются, и для того, чтобы их заработать, нужно учиться, вкладывать в себя, инвестировать, тратить на это время, средства, ну, в общем, все, что только есть. Понятно, что семья страдает немножко, но, тем не менее, мы это компенсируем, допустим, отдыхом, то есть, мы куда-то ездим с семьей, мы можем поехать, там, допустим, в любой город, там, или в другую страну, как бы, отдохнуть, поэтому, ничего такого сверхъестественного, ну, ничего такого печального в том, что, ну, как бы, все работают нормально, я не знаю, какая разница, работала бы я на кого-то, или я работаю на себя. Точно так же бы, наверное, да, точно так же бы утром уходила, вечером приходила. И, тем не менее, допустим, работая на себя, я смогу что-то оставить детям, ну, как бы, как вариант. Ну, а вдруг? Поэтому? Ну, у меня, у меня вообще такая вот позиция, ну, как бы, изначально, я немножко иллюзировала, и идеализировала все это, поэтому, почему я тебя попросила поделиться, как-то я в эфирах рассказывала, я немножко себе по-другому представляла, естественно, я не представляла, что бизнес это тяжело, нет, ни в коем случае. И я думала, что, ну, уходила с той мыслью, что ура, я буду свободна практически, ну, там, чуть-чуть позанималась, а так мы будем в фитнес-клубы с ним ходить, там, в спа-салоны, вот, и, там, по все лето в деревне жить, вот, все не так оказалось, и поэтому, как бы, просто люди, которые приходят женщины в этот бизнес, ну, не хочется их обманывать, что вы прям вот приходите, и вы полдня на бизнес, полдня на ребенка, тут, как бы, по сути, ты точно так же работаешь, ну, ответственно, еще более ответственно, ты работаешь пусть на себя, но, с другой стороны, я, например, могу на неделе, три дня работать, там, с восьми до двенадцати ночи, зная, что мне нужно половину недели сделать себе выходные, ну, вот, есть такая необходимость, да, я это могу сделать, мне не надо ни у кого отпрашиваться, а если нету какой-то, какого-то большого заказа, и все успевается, то я, в принципе, в пятницу утром, я уже лечу на свою дачу, ну, то есть, такого я не могла себе позволить, работая на кого-то, это точно. Ну, у меня дело в том, что у меня отец занимался бизнесом, то есть, я с детских лет, он, вот, за что ему большое спасибо, за то, что он приходил домой, ну, и то, что он мог, да, рассказать детям, как бы, ну, о некоторых там трудностях, ну, для детского восприятия, он это все рассказывал, поэтому, я знаю, что бизнес, это очень сложно, я водички не взяла, а я вот пью, да, на, держи, хочется тебе дать, да, слушай, вот, расскажи еще, пожалуйста, да, будь, во-первых, здоровы, ну, про первый цветок рассказала, да, очень интересно, и, скажи, бывают же все равно моменты, когда ты, ну, какой-то некий кризис, и вот вдохновение где ищешь, потому что я-то рассказываю об этом часто в своих эфирах, поделись и ты, очень интересно. Ну, вдохновение в чем? Нет, ты знаешь, бывает вот усталость, или, например, теряешь веру, или пропадает какое-то желание заниматься, все равно бывает, оно такое вот настроение. Как восстанавливаешься? Пытаюсь переключиться, то есть, я же говорю, что мне нравится очень много вещей, и как бы зациклиться на чем-то одном я не могу, ну, нет, по мне, вот нет, у меня, знаешь, такой какой-то родился, я хочу стать великим физиком, и все, у меня физика, 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 это вообще не мое, то есть, у меня, да, чуть-чуть от того, чуть-чуть от того, и вот, когда я уже понимаю, что я вот с цветами, да, у меня какая-то там апатия, или еще что-то, вот, допустим, осень, да, у меня там были там трудности по здоровью, да, моих детей, вот, я как-то ушла, вот, осень, да, всего, вот депрессия, а вот мне, вот, мне захотелось печеньки там спечь, или мне торт, ну, все равно сижу дома, думаю, вот муж приходит, он такой счастливый, о, у нас выпечка дома, ура, это вдохновляет, поверь мне. Вот, ну, все равно все руками, понимаешь, то есть ты ищешь, просто переключаешь себя, получается. Да, еще там, допустим, я могу там, вот, пока сидела, я вот ушла в психологию немножко, там, начала на мужа тренироваться, там, всякие штуки, ну, помогает. Смотри, смотри, не перестарайся. Слава Богу, все хорошо действует. Ой, слушай, ну, вообще, как бы, получилось, что, вот, я пытаюсь, как бы, пытаюсь изменить себя, ну, допустим, да, если вот мне что-то, во-первых, нельзя зацикливаться, что плохо. Осень, холодно, да, но это же классно, это можно же там, пообниматься и согреться, допустим, да, вот, особенно, ну, вечера стали длиннее, больше времени проводишь дома, мы, допустим, с детьми там играем или смотрим телевизор, потому что летом это невозможно, потому что мы там пошли с детьми погуляли, там, да, ну, вот, нет такого, вот сейчас вот именно в холода, когда вот осень, вот, самое интересное, что вот именно осенью у меня такое, вы знаете, когда вот начинается солнышко, вот холодно-холодно, дожди-дожди-дожди, потом хоп, солнышко вышло, и ты такой, ааа, бегом в парк или куда-то, поехали, это же листья жёлтые, почему листья жёлтые? Потому что жёлтый цвет борется с депрессией, природа на всё даёт. Да, да, Ты быстро уезжаешь, и ты, получается, по-максимуму наслаждаешься этими тёплыми осенними деньками, потому что летом ты этого не ценишь. Не замечаешь, не ценишь, согласна. Ну, это лето было у нас такое, что мы ценили, я тебе хочу сказать. Ну, во-первых, это была победа моя над самолётами, ура! Да. Потому что это была моя фобия, ну, вообще, я так скажу, что наши страхи нас загоняют в какие-то определённые рамки, вот, и когда ты... Рамки. Я вообще с собой так горжусь, я так горжусь, что я победила эти самолёты, и мало того, что я победила, я получаю от них теперь удовольствие, вот. Ну, особенно, когда... Ты не только победила, да, ты приехала сюда, и ещё девочке, расскажу вам, у мальчики, так она ещё и чемодан маленький взяла, а потом решила у меня взять фоамиран. В итоге он не убирался у неё в чемодан, я на неё смотрю и говорю, Ир, ты это не увезёшь, увезу, обмотала вокруг чемодана, вот творческий человек, он выход найдёт из любой ситуации, примотали к скотчам ночью, к чемодану, я говорю, он же не приподъёмный, на колёсиках, всё, я говорю, блин, тебя могут не пропустить. В итоге всё довезла, ты ещё и розу привезла, ведь, правильно? Да, да, да. И мало того, что привезла, так ещё весь аэропорт был во внимании, вот такая роза, а это что, это ноу-хау? Говорит, да, везу. Да. А вот согласны, что когда ты выходишь, ну, то есть мы привыкли общаться с рукодельницами, с ученицами, с коллегами, с людьми, которыми сталкиваемся по нашей нынешней работе, а когда мы вдруг начинаем в каком-то оказываемся месте и люди видят наши цветы, ты понимаешь, как много людей вообще не знает о них, просто не слушали даже. Вот у меня, допустим, даже друзья, которые подписаны на мой аккаунт, я же выставляю цветы, они даже их лайкают, но потом, когда мы встречаемся, ну что, ну как дела? Говорю, ничего, цветами занимаюсь, с какими цветами? Говорю, ты же мне лайки ставил. Да? У меня так же было, когда один посредник, как бы через него, ну я получала заказы, скажем так, и она приехала в нашу мастерскую, и она эти фотографии с цветами, ну много видела в аккаунте, везде, когда она увидела живой, во-первых, она сразу сделала заказ на торшер, вот, домой себе, и просто она обалдела, она в таком вообще восторге была, я говорю, ты же все видела, нет, на фото не то, а вот сживой они смотрят, поэтому к чему? Что надо выходить в люди, да, надо и участвовать в выставках, и ярмарках, и на разных мероприятиях. Ну, сейчас проходит марафон, ну, по ростовой флористике, вот мы даже, мы сейчас даже больше, ну как, мы обучаем цветам, и обучаем продавать эти цветы, у нас будут там домашние задания, мы будем выходить, учить девочек, ну, поддерживать, да, выходить в прямые эфиры, потому что очень сложно, вот первый свой прямой эфир, вот прям, я не знаю, можете такое говорить, я потом так напилась, у меня такой стресс, нет, стресс, стресс, да, первый эфир, это кошмар просто, но я в свой первый эфир поняла, что какое значение я имею для людей, которые на меня подписаны, был такой большой отклик, что как бы я поняла, что мое присутствие в социальных сетях, оно будет, и оно нужно, как бы я об этом раньше не задумывалась, и вот мой первый эфир показал мне, что, ну, как бы это все не просто так, и поэтому, ну, страшно, но нужно, обязательно, да, ну, я же говорю, что у нас вот эти вот страхи наши, они, конечно, усложняют нам жизнь так конкретненько, вот, поэтому мы сейчас, мы создали такую программу, чтобы девочкам показать, ну, и поддержать, да, вот, когда у тебя есть поддержка, то есть ты не сам, допустим, когда даже, я помню, я же вышла в эфир, мне же никто даже вопрос не написал, я такая, блин, ну, хоть кто-нибудь, ну, хоть что-нибудь напишите, нет, тишина, и вот это вот, когда ты первый раз раз разговариваешь сам с собой, да, какой-то такой, это странно, диссонанс, дисбаланс, ну, я не знаю, как это объяснить, ну, как, не знаю, как дурачок, что ли, вот сидишь как бы перед зеркалом, ну, а потом уже ты понимаешь, что там по ту сторону камеры, сидят люди, да, и очень сложно, вот, допустим, разговорить людей, то есть особенно, когда ты там, ну, первый раз, и когда, допустим, ты посты пишешь, в которых ничего не спрашиваешь, то есть у тебя аудитория не привыкла с тобой общаться, да, то есть ты ее не подготовил, я свою аудиторию не подготовила к прямым эфирам, то есть у нас не было такого общения, когда я вышла, ну, соответственно, мне никто ничего не задавал, потому что они не привыкли к диалогу. Они тебя не знали через твои посты, они тебя не понимали, не прочувствовали, да. Да, поэтому было очень сложно, и вот основываясь на своем опыте, как бы мы хотим девочкам помочь, чтобы они, во-первых, побеждали свои страхи, понимали, что ничего страшного, что никто их не съест, даже если они что-то скажут, или там что-то не получится, ну, это нормально, ошибаться это хорошо, то есть, когда вы ошибаетесь, чем больше вы ошибаетесь, тем больше вы становитесь сильнее опытнее, ну, как бы у меня так. Я согласна, но самый, вообще, самый плохой страх, который, вот я считаю, в нас во всех, во многих заложен, это то, что у меня не получится, и из-за этого страха люди даже не пробуют, а для меня, например, вот сейчас, самый большой страх, что я даже не попробую, и не узнаю, то есть, вот для меня, например, то есть, как бы, даже могу сказать, что очень классно ставить себе постоянно какие-то новые задачи, новые вершины, новые вершины постигать, то есть, это, вот, как бы, умею считать до десяти, хорошо, и туда, и обратно, и прямо вот с закрытыми глазами, а вот уже до один, да, а вот уже до один, кстати, страшновато, а вдруг не получится, и я все время говорю, есть ли такой бизнес, в который можно вложить так мало, ну, согласись, в этот бизнес финансово изначально вложение минимальное, да нет такого бизнеса, везде идут, минимум сотни тысяч, вообще миллионами меряется, начало бизнеса, даже небольшого, а здесь ты как бы, ну, чем ты рискуешь, одной зарплатой, грубо говоря, ну, это ерунда, я все время говорю, что обучение, оно никогда не проходит зря, вот никогда, даже из самого плохого обучения, можно вывести что-то полезное, потому что это, ну, действительно, я оптимист, да, не, ну, я, я, кстати, бываю пессимистом, бываю, бываю, вот, но по жизни я оптимист, это точно, я хочу просто рассказать еще про школу, потому что у нас с тобой пять минут осталось, рассказать про школу, что ты первопроходец, то есть открываться будут направления в разных городах и странах, это будет точно, потому что мой продукт, который, ну, мало того, что он продается, его еще и хотят ему обучаться, и у нас с тобой задумки, не только программу, да, просто расскажу сейчас для бизнеса, мы будем и другие направления мастер-классов, более развлекательные, потому что не все хотят прийти и начать бизнесом заниматься, да, вот, эти направления будут открываться в других городах и странах, но скажу сразу, что у меня есть требования жесткие, да, к преподавателям, и, во-первых, это должен быть мой ученик, ну, то есть по-любому, как можно преподавать мои техники, по моим выкройкам, и не уметь, да, как бы делать это, ученик, который не только научился делать, но еще и бизнес ведет, потому что если программу для бизнеса, например, да, преподавать, вот как ты, ты можешь научить уже продажам, это очень важно, я со своей стороны, а ты со своей, мало того, еще и зная особенности своей страны, потому что мы разные все равно, да, аудитории разные, это здорово, что ты дашь им свой опыт, это большой плюс, поэтому, так, у нас какого, 26-27 октября? Да. 26-27 октября, и у нас получается два дня, это суббота-воскресенье, да, я так думаю, что один прямой эфир от меня будет точно, может быть даже два, но мы заранее, естественно, запланируем, чтобы у тебя осталось время на твою практику, да, чтобы ты теорию свою, теоретическую часть сказала, чтобы я свою сказала, вот, и контакты в сторис будут, как записываться на мастер-класс, обязательно подпишитесь на Ирину, потому что у Ирины очень интересные свои работы, действительно, я не зря тебя выбрала, у тебя очень хорошая рука, и видение прекрасного, это очень здорово, ну, и вообще ты человек очень душевный, открытый, и я очень рада, что я вообще с тобой познакомилась, и жизнь нас с тобой свела, не один раз уже, международно. Вела, да. Нет, что ты большой боец, потому что и дети болеют, и времени не хватает, и еще ситуация тогда в аэропорту, я помню, когда ты просто билась за меня, и как мы там ревели, вот, я просто тогда подумала, что, ну, вот, случилась такая ситуация, другой бы человек, встречающий, сказал, ну, что тут поделаешь, ну, так вот, ну, что, ничего страшного, я просто была в шоке от твоей внутренней силы, от твоей энергии, которую ты готова была, вот, ну, не готова, а просто, чтобы этот вопрос решить, потому что очень часто в бизнесе как раз вот это и нужно, то есть вот когда твой бизнес, нет такой, ой, ну, не получилось, ну, что теперь поделаешь, ну, и буду сидеть себе на попе ровно, а нужно бороться, и порой, каждый день, согласна, вот если по-честному, да, потому что я все время на живых мастер-классах говорю, даже до того, как люди записываются, я говорю, бизнес не так свой, это не просто, это сложно, мало того, еще и большие цветы, их делать не так-то легко, как кажется со стороны, вроде, да, раз-раз-раз, и все сделал, ничего подобного, но это невероятно увлекательно, потому что, я помню, мне позвонила девушка из моей, с моей работы, кстати, недавняя история, и она говорит, вот ведь вспоминаю, я смотрю твои, значит, работы, и про тебя всем рассказываю, Ольга, ты была светлой головы человек, хороший юрист, специалист была, понимаешь, а сейчас как будто я как бы скатилась куда-то, понимаешь, я декоратор, мой папа говорит, ты куда, говорит, с твоими мозгами, пошла цветы делать, они не понимают, что в своем бизнесе мозга, вот это вот, подключается еще больше, чем когда ты работаешь на кого-то, здесь просто генерируешь каждый день, ты постоянно должен помнить о куче дел, постоянно направлять, ну, а еще сотрудники, когда начинается тоже, да, и давать задания, помнить, кому что сказал, нет, это, он сколько пообещал заплатить, да, 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 кому я должна, я всем, кто мне, кому я должна, всем прощаю, вот, ну, что, что еще мы обещали сказать? Не знаю, что мы еще. Не знаю, я тоже обещали рассказать, ну, про стандарты школы, я говорю, что это может, должен быть мой ученик, который ведет свой бизнес, и который готов приехать на обучение по обучению, потому что обучать тоже надо уметь, вот, мы с Ирой много говорили о том, как рассказывать, да, как подавать информацию, хотя у тебя свое, ну, просто научить преподавать человека, если он в принципе не умеет объяснять, очень тяжело, это прям надо ни один день, ни один месяц, ты объяснять умеешь, просто я, как бы, давала тебе свое направление, и плюс твое умение, да, я считаю, что это вообще должно все здорово получиться, вот, поэтому, да, 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 ну, я тоже все равно волнуюсь, потому что осталось, в принципе, меньше месяца, да, и мы встречаемся, и, как бы, будем общаться тоже в прямом эфире, вот, ну, девочки там, я думаю, что с нетерпением ждут тоже, поэтому, кто хочет записывать на мастер-класс? Открой большой секрет, я волнуюсь сто процентов больше, чем ты, потому что, во-первых, я тебе уже говорила об этом, что если бы это было, как бы, ну, мое, да, начинание, вот моя там школа, то если бы что-то там, не дай бог, пошло не так, ну, ну, не так, ну, разберемся, поправим, то есть тут я могу подвести, мало того, что себя, так еще и тебя, вот в первую очередь. Все будет супер, я в этом уверена, и к тому же, тебя уже знают, да, так что, осталось у нас буквально несколько секунд, я очень рада, что мы с тобой пообщались, ты очень много интересного и полезного рассказала, потому что, то, что говорю я, это моя история, очень интересно услышать историю людей, которые начинали, тоже сталкивались с проблемами, и сейчас с ними сталкиваются, поэтому спасибо, что нашла время, и страхи твоей позади. Я думаю, что надо эту традицию поддерживать.